привет ребят у нас вчера вечером вышел выпуск на этой неделе в destiny и как вы знаете когда эти видосы записываю то как правило в этих выпусках есть какие-то горячие новости так вот вчера новости быть горячей далеко не одна и самая основная новость про которую вы наверняка уже слышали это удаление гитарных осколков та самая валюта которая у нас была среди за destiny 2 будет из игры убрана почему тезис на банджи и здесь пишут что эту валюту сложно балансировать у игроков у которых много осколков их некуда тратить у новичков их не хватает а на всякие фокусировки и тому подобное плюс в игре постоянно появляются какие-то горячие баги которые игрокам позволяют фармить кучу осколков пока банджи этот баг не перекроют поэтому разработчики решили вот эту проблему в экономике решить очень радикально удалив осколки из игры при этом они пишут что удаление осколков сам процесс начнется уже в будущем сезоне во первых банджи уберут легендарные осколки как валюта которая нужна для покупки в монументе потерянного света при этом стоимость в блеске шифрах и в монетках рейда останется прежней то есть будут удалены только осколки это поможет игрокам новым тем кто возвращается получить старые пушки параллельно разработчики займутся фокусировкой гира банджи здесь тоже уберут полностью легендарные осколки из стоимости фокусировок сезоне 23 то есть будущем сезоне не адептовые фокусировки будут стоить столько энграммы и блеск соответственно фокусировка адептовых ганов будет требовать 7 побед на билете либо шифры nightfall и вот тут банджи представили новую стоимость фокусировок и тут есть интересные подвохи новые ритуальные пушки будут требовать одну энграмму и ноль блеска то есть запусть в этом сезоне у нас в том же гамбите падает пулемет новый войдовый вот у него будет стоимость 1 энграмма а вот дальше начинается интересная история стандартные пушки плейлистов ритуальные одна пушка будет стоить 3 энграммы да то есть не одну энграмму а три броня будет стоить 3 энграммы пушки старые легаси будут стоить 5 энграмм как и броня пушки железного знамени и трайлсов будут стоить по 5 энграмм то есть да вам не показалось если вы хотите зафокусировать какую-то пушку в жезе или в трайлсах вам потребуется 5 энграмм не 1 энграмма это буквально означает что если вы обнулитесь железном знамени это 16 энграмм то у вас будет доступно 3 фокусировки тупо за повышение ранга но тут я сразу скажу дисклеймер разработчики после выпуска этой статейки дописали как всегда в твиттере потому что они сразу написать не могут сдолбали в твиттере они написали что на фоне этих изменений они повысят в игре дроп и блеска повысят также дропы энграмм каким образом пока неизвестно но банджи типа слушают неизвестно планировали не это сделать сразу же или увидели фидбэк по поводу стоимости фокусировок и тут же поменяли свою систему но да такие вот новости пушки nightfall у нас будут стоить 5 энграмм адептовые пушки в трайлсах и nightfall будет стоить по 1 энграмме справа у нас есть стоимость блески соответственно final shape осколки из игры уберут полностью то есть валюта в принципе исчезнет разработчики также адаптируют все остальное то есть теперь при разборе предметов там допустим кораблики там призраки тоже осколки под не будут в общем везде где есть осколки они больше в экономике участвовать не будут вот тут кстати все таки они написали статейки то что мы увидели фидбэк по поводу легендарных осколков и вот как часть этого изменения мы повысим дропы блеска ритуальных энграмм энграмм железного знамени и материалов разного типа во многих частях игры пока что вот эти вот цифры баланса по фокусировке не финальные они могут поменяться но да тут у нас как раз таки показана стоимость получаем предметы при разборе шмоток самое такое примечательное легендарная броня при разборе будет давать 1000 блеска и улучшающее ядро и 20 процентов шанс получить еще и также ли репутация гансмита тут можете сами все посмотреть это конечно очень фундаментальные изменения для экономики с лиза дэстри 2 у нас легендарные осколки участвовали примерно везде там для улучшения ганов там для мастерворка ганов неважно поэтому это изменение конечно ну такое очень радикальное оно правильное потому что в игре реально есть проблема с балансом экономики вот у меня допустим 50 легендарных осколков и мне их некуда тратить есть новички у которых осколков мало но им нужно и пушки улучшать и броню улучшать и фокусировку делать то есть в этом разумеется есть проблема единственное что меня напрягает помимо вот этой стоимости моих фокусировок я в принципе фокусирую только пушки жезе но в любом случае вот это изменение для новичков или для тех кто играет мало пока что выглядит дико в плане стоимость надеюсь они эти цифры поменяют ну да ладно меня напрягает то что начнется проблема с блеском потому что прямо сейчас например мы легендарные осколки но ветераны и не только тратим на покупку блеска учитывая то что теперь блеск стал улетать быстрее из-за того что мы можем прокачивать полностью пушки крафтовые и не только пушки прокачивать фокусировки тоже я надеюсь что у нас не будет такого в игре что ради фарма блеска придется фармить паблики венты здесь банджи написали что они увеличат шансы дропа не шанс дропа они в целом увеличат дропы блеска во всей игре будем смотреть с той стороны конечно вот это изменение сделает блеска более ценной валюты в игре потому что сейчас эта валюта реально ну пустышка эта валюта обходится покупкой у того же рахула с помощью осколков поэтому да будем смотреть меня это напрягает но думаю что мои опасения напрасны по крайней мере надеюсь на это так или иначе куда потрать легендарные осколки можно закупиться до до выхода файла шейпа да можно закупиться флажками рейда но если подозрение что банджи их уберут потому что сюжетки в том же лайтфоли и в очквине и в миссиях у нас флажки ставятся бесплатные я в принципе не вижу в игре смысла в платных флажках в рейдах и в данжах честно говоря поэтому надеюсь банджи это уберут это реально бессмысленно а так самый лучший способ сдать ваши осколки чтобы в будущем допустим покупать блеск это покупать лунную валюту фрагменты фантазмы синяя валюта которая покупается легендарные осколки ее можно менять у рахула на блеск конечно возможно что в будущее банджи и эту валюту уберут вот эта вот валюта фантазма фрагмент возможно они и это уберут потом но пока что можно сдать именно сюда поскольку осколки тратить будет некуда до выхода файла шейпа то в этом имеет смысл быть и да здесь банджи написали что взамен а легендарные осколки в общем их нельзя будет на что-либо поменять то есть они просто уберут и все до связи поэтому до файла шейпа вам нужно осколки куда-то сдать здесь банджи упоминает что файл шейпе зур получит реворк у него тоже поменяется способ оплаты его ассортимента где были осколки тут у нас циферки покротте особо не интересно а вот это интересно разработчики улучшат дропрейты эссенции сверх души которая нужна для выполнения квеста на некробезну и для получения каталика на некробезну апдейт выйдет уже во вторник следующий с апдейтом 7204 теперь после этого апдейта первое закрытие кроты каждую неделю будет давать две эссенции 1 за самого кроту и вторая за то что вы прошли полностью рейд после этого каждый раз как будете закрывать рейд фул вы будете гарантированно тоже получать эссенцию то есть это можно будет фармить прям гарантированно также банджи в принципе повысит дропрейты родомной эссенции за разные энкаунтеры и наверное самое вкусное теперь у вас будет шанс за закрытие рейда залутать сразу всю эссенцию для выполнения квеста и для катализатора если вы убьете кроту во время фул захода то есть банджи по сути вернули старую систему что вы можете плутать экзот в виде полной эссенции добавили фарм эссенции для полного закрытия рейда при полном закрытии рейда это лайк я одобряю также у нас во вторник уже выйдет мастер рейд там у нас как бы вся старая информация тыры-пыры то и сам у нас будет будут падать куски брони с улучшенными статами с фокусировкой да там типа на рекаву будут челленджи и тут кстати банджи я смотрю поменяли статейку так скажем сейчас будет чтение тваба в режиме лайф вчера в статейке было написано что мастер пушки адепты будут иметь по 2 перка в каждой колонке и их можно будет улучшать сейчас у нас как вы знаете крафтабельный ганна и ганна с источника на адепте имеет по одной перке по одному перку в каждой колонке с улучшенной версией тут банджи написали что будет по 2 перка и возможность улучшить видимо оба перка в каждой колонке давайте почитаем что они тут написали как и с источником кошмаров с адептами адептовые пушки в кроте будут в общем будут иметь возможность улучшать они будут давать level также появится дата создания и мементус здесь не написано теперь про то что пушек будет по 2 перка в каждой колонке что ж я перед тем как записать видос хотел это упомянуть что хотел 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 упомянуть что возможно здесь была опечатка в твабе и там не будет по 2 перка в каждой колонке я оказался прав я оказался прав соответственно банджи здесь пишет что с помощью повышения уровня пушки и с помощью ресурсов вы можете поменять ствол и магазин то есть во первых перка у и улучшить ваши перки то есть двойных перков и чтобы их можно было оба улучшить этого у нас не будет это вам же поменяли в твабе лайк на самом деле нет апдейты pvp в баннере у нас появится новый режим который типа гамбит и небольшое превьюшка небольшая превьюшка по сэндбоксу сезон 22 антеи разработчики наконец-то понерфит то есть по по ходу этого сезона теперь чтобы у антеев была отражающая штука то есть клапаны вы должны иметь заряженную классовую обилку если обилка не заряжена у вас работать не будет плюс если вы отразили заряд с антеями у вас тратится ваша обилка класса то есть по сути тоже эффект что у джиггернаута и также банджи понерфит ахамкары и вот тут я ахамкары в пвп ненавижу те кто мои стримы знаю как у меня горит на этот экзот он абсолютно сломан его банджи понерфили но они его убили в пве теперь банджи решили уменьшить доступность гранаты то есть регент гранаты теперь энергия будет даваться только за убийство а за ненанесение урона ну да у нас повторяется история с руками на стазис из-за пвп банджи убили руки в пве только теперь это руки не стадисные а солярные я эти руки в пвп реально ненавижу у меня очень часто горит жопа граната которая имеет хп размером жопы слона граната которая тебе сносит фулл хп почти граната которая на радаре никак не помечается граната которая живет столетие и граната которая имела конченный леген это было слишком сильно поэтому да гранате нужно было все остальное ослабить но банджи в итоге у гранаты понерфили то что ее делала полезной в пве именно у этих рук поэтому в итоге в пве банджи убили билды с этими руками для нанесения урона по боссам повоителям и не только в пвп она станет похуже но я думаю что она никуда не исчезнет поэтому очередное кринж изменения банджи ну да ладно сезоне 23 у ппк у всех увеличит отдачу чтобы стабильность была более полезной чем сейчас то есть то по сути нерфи пек у снайперок уменьшат урон в бодишот деталей будет больше в будущем но при этом соберки бахнут в пве чтобы это заусетить у плазменок уменьшат бонусный урон от перка стартовый импульс также дэмэдж фулов будет более жесткий на большом расстоянии у снайперок и услагов увеличат точность прыжки то есть эрборный эффект в нас немножко бахнут перегрины теперь чтобы вы получили бонус к урону в прыжке вы должны какое-то время быть полете они как сейчас когда вы прыгнули у вас тут же появился бонус цель в том чтобы игроки в пвп против игрока с перегринами понимали что он готовится их фигачить перегринами в пве теперь они будут давать давать больше бонуса к урону при прожатии коленки и теперь будет полностью судя по всему как здесь написано ричарджить вашу милишку если вы продамажили воителя торментора или мини боссов это круто не думаю что я перегрин от этого станут какой-то инсейн метой или стратой но посмотрю возможно вовку урону будет ощутимый синт отцепсы у синтов банджи уберут бонус кренджем у милишки правильное решение по той простой причине количество магнита милишек в игре в пвп зашкаливает и учитывая то что рега у милишек в принципе не особо заебись из-за того что игра пиртупир и тому подобное да в игре нужно в принципе убрать везде бонусы кренджи банджи уже порезали нокауты титана забрав у него небольшую часть дальности милишки банджи забирали дальность милишки у змеи видок у варлока теперь убрали у синтов то есть да титаном по сути понерфили синтоцепсы но не компенсируется тем что в окружении пушки будут получать бонус к удобству и бонус к перезарядке и также банджи немножко ослабит нерв который был с глефами ура потому что тот нерв это был тоже странная история глефы в пве далеко не имеет с ними мало кто бегает и тот нерв синтоцепсы с глефами очень сильно порезал это банджи бафнут и также будет еще больше апдейтов по экзотикам сезоне 23 это основное что банджи хотели сейчас рассказать про синтоцепсы в принципе нормально я считаю что справедливо у нас появится мод шах и мат в гарниле если можете посчитать ваши детали в трайлсах у нас банджи упоминаю что с апдейтом во вторник за победы в матчах вам могут упасть не адептовые ганы которые в ротации и здесь также был небольшой апдейт по поводу эмблемки за контест рейд те кто закрыли контест и челлендж мод и не плутали эмблемку банджи ребята все фиксит надо подождать банджи это фиксит в принципе все вот такой у нас твап достаточно насыщенный на горячие новости по легендарным осколкам будем смотреть я надеюсь что это изменение экономику в игре никак не убьет потому что вот у меня 50 осколков которые тратить некуда но тот же блеск я покупаю всегда как и фокусировка пушек надеюсь что банджи хорошо сбалансир значит это будет ситуация однозначная что касается ребаланса экзотов вы услышали и обилок в целом а хамкары конечно смешно они были проблемы в пвп но нерв затронет больше их в пве потому что в пвп кто-то еще будет их юзать скорее всего а в пве по хорошему банджи убили билд солярный один из ну да хотя бы антеи понерфит и на этом спасибо вот и все до связи